Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Это 400 выпуск, а с вами по-прежнему неунывающий и заряженной бодростью Сергей Кизоркин. Со мной не соскучишься. Сотрудники Самары ГИС снова в игре. Кубок средств массовой информации по мини-гольфу по традиции определил лучших снайперов мегаполиса. Мемориал заслуженных тренеров России по боксу прошел в Самаре. На ринг областного турнира выходили не только молодые спортсмены, но и ветераны. Саморские крылья советов, чемпионы по Волжье по футболу, 17-летние спортсмены в ноябре отправятся в Сочи на суперфинал первенства страны. Молодежка крыльев советов рвется в основной состав легендарного клуба. Своей победной игрой они доказывают, что этого достойны. На этот раз молодежка выиграла первенство по Волжье. Как это было, расскажет мастер спорта. Юниоры крыльев советов, чемпионы первенства Приволжского федерального округа. К такому успеху команда шла не один год. Самарские мальчишки впервые надели бутсы в пять лет, но только когда им исполнилось 17, футбольные специалисты заговорили о них, как о будущих звездах российского футбола. Ведь юные крылышки четвертый сезон подряд первые в Поволжье, а в этом году лучшим вратарем турнира стал самарец Данила Бельтюков. Буквально завтра-послезавтра многие из них окажутся в командах профессиональных, лучших командах. Мы сегодня наградили лучших игроков, защитников, нападающих. Поэтому я думаю, что хорошая перспектива у ребят – это будущее нашего футбола, российского футбола. Кто-то из них будет, может быть, играть в сборной команде России. И я думаю, что это большая часть и для Самары, и для участников быть здесь, участвовать в этом турнире. Отборочный этап первенства зоны Поволжья прошел в Нижнем Новгороде. Играть там было трудно, вспоминая тренера юниорских крылышек. Качество газона было намного хуже, чем на металлурге, на котором тренируются и выступают самарцы. Однако юные мастера футбола достойно справились с этой задачей и вышли в финал соревнований. Без крови и пота тоже невозможно. Есть игроки неплохого уровня, скажем, для этого возраста, которые в дальнейшем могут вырасти, я думаю, у футболистов даже премьер-лиги. В самарском финале «Крылья Советов» выиграли Тольяттинский «Акрон» 3-0. Ижевск и Нижний Новгород сдались при счете 3-1. А Нижникамский «Нефтехимик» вообще выбросил белый флаг. Самарцы забили 8 безответных мячей. Вторая команда из Нижнего сумела сыграть в ничью 1-1. В итоге, заняв первое место в Поволжье «Крылья Советов», в ноябре поедут в Сочи. Уже за медалями суперфинала первенства России среди 17-летних футболистов. За места на пьедестале почета сразятся 10 лучших команд страны. Нам очень важно было, чтобы в городе был этот турнир. И мы надеемся, что и по другим возрастам мы сюда будем привозить финалы. Это в первую очередь для города важно, это в первую очередь важно для ребят, которые у нас занимаются в центре подготовки. Потому что все видят и будут стремиться к тому, чтобы были у нас победы. Руководство Российского футбольного союза осталось довольно тем, как прошел турнир в Самаре среди юношей и надеется, что городская федерация футбола сможет достойно провести финалы первенства ПФО и по другим возрастам. Самарские боксеры вспоминали основателей Куйбышевской школы бокса. Мемориал заслуженных тренеров России на локомотиве прошел с размахом. Будущее в прошлом увидел мастер спорта. Мемориал заслуженных тренеров России по боксу прошел в Самаре. За медали сражались спортсмены от 11 до 17 лет. Кроме заслуженных наград призеры и чемпионы получали спортивные звания. На самарском ринге не только сильный пол. Уже несколько лет девочки уверенно сохраняют за собой место в самарском боксе. Успехи очевидно, рассказал старший тренер сборной региона. Только в этом году на их счету по итогам первенства страны три бронзовые медали. Призеры попали в национальную команду России и будут выступать на международных турнирах. Восемь спортсменок во втором составе. Как ни странно, девушки у нас более, так скажем, работоспособные, наверное, чем парни. И молодежь стремится к этому, видит. И тем более, когда они видят, что они возобладают над мужчинами. Это же, знаете, чисто женская. Если она может сделать лучше, чем мужик, они еще больше стараются. И это, видно, их мотивирует. Областной турнир по боксу собрал в спортзале «Локомотивы» не только молодежь. Почтить память уважаемых тренеров. Быстрова, Дараева, Клещева и Морщинина приехали их ученики. Сегодня они успешные бизнесмены, политики и общественные деятели. Сергей Павлов уже не первый год возглавляет городскую федерацию бокса. Каждый из них, ну это как шедевр, что ли. Знаете, как вот, бывает есть художник такой, художник такой. Вот каждый из них свою картину рисовал в боксе. И вот сегодня, да, я в прошлом году решил, что в честь таких, ну, выдающихся людей нужно организовать турнир. Заслуженный тренер по боксу Ким Быстров воспитал не один десяток мастеров спорта. Ученики вспоминают. Он гадкого утенка легко превращал в лебедя. Подхватывал эстафету Николай Клещев. Его орлы успешно выступали на соревнованиях разного масштаба и уровня. Без Виктора Дараева не проходили ни одни тренировочные сборы. Анатолий Морщинин – прирожденный организатор, как сказали бы сегодня промоутер. Эти титаны куйбышевского бокса научили молодежь не только побеждать на ринге, но и организовывать крупномасштабные соревнования. Мемориал заслуженных тренеров России тому пример. Благодаря нашим друзьям, видите, в каком помещении проводим. У нас красивый ринг, у нас хорошие спонсоры. И самое главное, администрация на нас обращает внимание. В общем, я сейчас, честно говоря, я доволен, как не могу. И счастлив в том, что я в честь этих настоящих тренеров. Каждый из них – заслуженный тренер России. И мы проводим. Я думаю, память и любовь не только моя, и всех спортсменов, и всех наших ветеранов к ним. Я думаю, я выражаю от этого турнира, от всех нас им память. Помогает провести на достойном уровне мемориал заслуженных тренеров России по боксу городской департамент спорта. Я был в первый день как раз на открытии, посмотрел отборочные бои, первыми выступали девочки. Очень впечатлили, очень высокий уровень мастерства, заряженности. Я всем говорил о том, что бокс – это всегда чисто мужской спорта, но, оказывается, это не так. Девчонки показали себя просто молодцами. Но если говорить именно про этот турнир, который организован в памяти величайших тренеров нашей России, к сожалению, уже которых нет с нами, это говорит о том, что наши боксеры и наша федерация, они стараются поддерживать традиции. Это на самом деле важно, почетно и воспитывает правильный и хороший дух наших спортсменов. И я надеюсь, что традиции, я не надеюсь, я уверен, что традиции передаются правильно и растят правильное поколение настоящих спортсменов и великих мастеров будущего. Молодая школа бокса «Витязь» выставила на областной турнир своих бойцов. Пять участвовали в финале в разных возрастных категориях. Один из них завоевал бронзовую медаль. Для новичков самарского бокса это достижение радуется предводитель «Витязей» Алексей Шаровский. Конечно, будем стремиться к большему. Пока начало, только участников еще мало. Стараемся привлекать детей. Вот надеемся, после таких соревнований они будут приходить заниматься боксом. Бокс очень сложный вид спорта, поэтому не все в нем, как говорится, приживаются. Но кто приживается, те остаются надолго. Нужно в основном, наверное, иметь желание заниматься спортом, а все остальное есть прекрасные специалисты, тренера, которые помогут достичь всего. И морально-волевые качества, и, я надеюсь, воспитают хорошими людьми. Хотелось бы иметь хотя бы мастеров спорта своих личных, воспитанников клуба. 120 боксеров вышли на ринг мемориала заслуженных тренеров России в нескольких весовых и возрастных категориях. Кроме победителей и призеров, награду получили спортсмены в номинациях «Лучший боксер», «Самый техничный боксер» за волю к победе. Не остались без внимания и рефери. Они получили приз «Лучший судья соревнований». Областная федерация бокса высоко оценила работу городской федерации. Здесь все хорошо, потому что здесь половина спортсменов сборники Самарской области, поэтому здесь все нормально. И достойное проведение, и организация очень достойная. «Лучший боксер» «Мне радует то, что турнир проходит в начале сентября. Мы посмотрели, что же у нас мальчишки, чем занимались летом. Уровень очень хороший, значит, они были при деле, тренировались. Ну и еще, конечно, самое главное, что меня радует, что мы не забываем таких, скажем, китов на наших тренерах, от которых пошли и я в том числе, и все ведущие тренеры. Мы должны не забывать, а помнить. А такие соревнования для детей, во-первых, в таком зале, это просто прекрасно. Я просто от всей души рад. Я только приветствую. И побольше бы таких турниров было. Я сторонник того, что лучше проводить и меньше, но качественно». Пока за медали сражаются подростки и юноши со всей Самарской области, в будущем организаторы планируют приглашать на соревнования взрослых боксеров и сделать турнир мастерским. То есть победители будут получать звание, как минимум, кандидатов в мастера спорта. Третий кубок по мини-гольфу подряд не смогли выиграть журналисты телекомпании «Самарагист». Соперники настроились на чемпионов очень серьезно. Все решал, каждый удар на каждой лунке. Как это было, увидим прямо сейчас. В девятом турнире по мини-гольфу среди средств массовой информации телекомпания «Самарагист» выставила две команды – мужскую и женскую. За девять лет телекомпания выиграла четыре приза и два года подряд мы выигрывали кубок. Если и на этот раз нам удастся победить, то у нас получится династия. Чудо не случилось. Спортивный коллектив телекомпании «Самарагист» не смог третий раз подряд выиграть турнир по мини-гольфу среди областных средств массовой информации. Даже в профессиональном спорте стать чемпионом три раза за три года удается единицам. Что говорить о любителях. Тем более, что девушки Мария Левина и Валерия Куценко вообще впервые взяли клюшки в руки. Мы настроены на победу. Я думаю, у нас с Машей получится. Настроение у меня отличное. Для меня это вообще первый опыт игры. Игры не то что в мини-гольф, а в гольф вообще. Я впервые в жизни увидела клюшку, живой мячик, попробовала себя в этом. Это заряд, азарт. Хочется побеждать, хочется быть первыми. Мы, кстати, уже первые будем бить, забивать. Я надеюсь, выиграем сегодня. По два состава также выставили известный областной журнал. Остальные издания губернии играли по одной команде. Всего за кубок боролись 10 коллективов. В этом году телевизионное сообщество представлял только телеканал «Самары ГИС». Но от этого соревнования не стали менее интересными. Новички достойно сменили старожилов турнира, отметил организатор, директор областной федерации гольфа. Из всех турниров это самый любимый наш турнир. Почему? Потому что ребята почти все молодые, если, как говорится, не по возрасту, душой. Креативные, умницы, веселые. И у нас все соревнования проходят очень весело. Мы-то формат, скорее, даже не спортивный, а такой, как говорится, компанейский, что встретиться на свежем воздухе, поговорить, пообщаться в первую очередь. Но победителей, конечно, тоже важно выявить. Но самый главный факт – то, что вы пришли и то, что вы играете в такой великолепный вид спорта, как мини-гольф. Соревнования прошли в два круга. Стартовали с квалификацией за девять лунок, определили четыре лучшие команды. Затем две первые разыграли золото и серебро, третий и четвертый – бронзовый кубок. В итоге, по гамбургскому счету, на одиннадцатой лунке чемпионом девятого турнира по мини-гольфу среди средств массовой информации впервые стала мужская команда известного областного журнала. А две команды «Самары ГИС», укомплектованные молодыми спортсменами, заняли пятое и десятое места. На сегодня это все. Но это еще не финал. Мастер спорта расскажет все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре, но уже через две недели. А я Сергей Кизоркин. И помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова